Правительство Белгородской области вводит конкретные меры поддержки для малого и среднего предпринимательства в регионе в связи с пандемией коронавируса и снижением доходов. Сегодня состоялось первое заседание областного штаба по повышению устойчивости экономики региона. Его возглавляет губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Среди главных вопросов, рассмотренных на штабе, поддержка малого и среднего бизнес-сообщества в непростых условиях, когда в связи с коронавирусом предприниматели понесут реальные материальные убытки. Так, малому и среднему бизнесу в России в два раза снизят размер страховых взносов с 30% до 15%. Такая пониженная ставка распространится на зарплату, превышающую мрот. Причем эта мера вводится надолго, чтобы простимулировать работодателей повысить зарплату своим работникам. Также компания малого и среднего бизнеса предоставит отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие 6 месяцев. А микропредприятия получат отсрочку по страховым взносам. В нашем регионе сегодня порядка 11 тысяч предприятий, которые входят в список 9 категорий, предусмотренных для поддержки Министерством экономического развития России. Это деятельность авиа- и автоперевозчиков, организация культурного досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность туристических агентств, гостиничный бизнес, общественное питание, организация доп. образования и негосударственных образовательных учреждений, предоставление бытовых услуг населению. Всем им предоставят отсроченную уплату арендных платежей. Мы понимаем, что часть таких арендуемых помещений будет оставаться в работе, потому что не запрещено торговать, как вы знаете, продуктами питания, иными отдельными товарами и продукцией, но большинство по требованиям Санэпиднадзора должны быть закрыты. То есть они не будут работать, не будут приносить доход владельцам, и, значит, просто владельцу будет не доступна платить арендную плату владельцу этого торговственного помещения предприятия. У нас большие есть офисные центры, есть малые, какая разница, в принципе, не суть важна. Мы даем отсрочку платежа налога на имущество, это наше право областное, также срока на два квартала, то есть это будет уплата у них налога на имущество 5 ноября. А сейчас бы они платили бы 5 мая и 5 августа, то есть вот такая больше, чем на полгода отсрочка. Но в обмен на то, что они такую же отсрочку платежей дадут поредной плате своим арендаторам, те, которые прекратили деятельство.